Также Нерингринский район с рабочим визитом посетил министр инвестиционного развития предпринимательства Якутии Антон Сафронов. Он побывал на производственных объектах и познакомился с деятельностью резидентов районного бизнес-инкубатора. Сопровождали министра первый заместитель главы Нерингринского района Светлана Пеляй и начальник управления потребительского рынка и развития предпринимательства района Елена Комарь. Антон Сафронов посетил объекты перерабатывающего мебельного и пищевого производства. Цех по переработке мясопродуктов и изготовлению колбас и мясных деликатесов компании «Айгуль». Общество с ограниченной ответственностью «Чистая вода», а также предприятие, занимающееся выпечкой хлебобулочной продукции. После знакомства с производством министр встретился непосредственно с предпринимателями. Антон Сафронов рассказал о деятельности министерства, политике республики, направленной на развитие местного производства. Открытое совещание министра с предпринимателями района прошло в форме диалога. Были озвучены проблемные вопросы и предлагались пути их решения. Это вопросы конкуренции с предпринимателями-нелегалами, о продлении моратория на проверки малого и среднего бизнеса, нехватки специализированных кадров, вопросы, связанные с логистикой, ЖД и авиатарифами. Одну из основных задач предприниматели района видят в поддержке местных товаропроизводителей и участие их в госконтрактах. Они не могут участвовать в плане того, что себестоимость продукции очень большая, и они не могут конкурировать с предприятиями, которые находятся в Новосибирской области, Иркутской области и тоже Омск. Вот просят предпринимателей преференции при торгах местному производителю. Антон Сафронов сообщил, что ведомством создан фонд поддержки местного производства. Планируется переход на заемное финансирование. Глава министерства отметил социальную ответственность нелегринских бизнесменов и поблагодарил за готовность развивать новые для них направления. Здесь работают большие промышленные предприятия, и закупочный потенциал именно предоставления продукции местного производства от предпринимателей здесь, здесь потенциал очень большой. Успехи есть, но комплексные вопросы по транспортировке и по логистике все равно остаются. Они все равно, у нас есть проблемы по этим направлениям, по этим вопросам. Так что мы, как министерство, как органы власти, должны посмотреть на какое-то комплексное решение, которое имело бы возможность решить не только вопрос предприятия одного или двух или трех, а общий. Министр сообщил, что двери министерства и его кабинета всегда открыты для предпринимателей и пригласил всех участвовать в программах государственной поддержки, рекомендовал разработать подробные бизнес-планы и подавать их на конкурс.